так прошу юрий владимирович добрый день еще раз и так сейчас будет статья которая будет по сути дела покажет что такое государство социалистической направленности помещены в рыночные условия или выражаясь по-другому государство который не отказывается от рыночных принципов и по сути дела не отказывается быть сырьевым это самое что называется и причина того что мы сейчас услышим так статья вот 28 апреля название ее достаточно простой тоже forexpf.ru печальная участь венесуэла повод задуматься о вечном но учитывая то что это на страницах спекулянтов такое такая статья помещена поэтому стоит делать определенные акценты поэтому начнем читаю дефицита венесуэле уже давно стали притчей во языцах полки магазинов давно опустили не осталось ни запчастей ни подгузников ни аспирина но теперь дела действительно плохи да это конец дамы и господа у венесуэлы кончились деньги совсем окунувшись в хаос неконтролируемой галлопирующей инфляции венесуэла неистово печатала новые банкноты едва поспеваю безумной гонки за ценами однако страна импортирует большую часть наличных денег как впрочем и всего остального но теперь когда запасы твердой валюты на исходе центральный банк так скупо выкладывать деньги иностранным поставщикам что они просто отказываются работать с ними иными словами у венесуэлы теперь нет денег даже на то чтобы напечатать новые эта статья основана на неофициальных интервью с руководителями компании за различных отраслей с бывшими чиновниками а также на внутренних документах компании и центробанка организирующая агонирующие банки правильно написать организирующие банки эта история началась в прошлом году когда правительство президента никола николаса мадуро пытались устранить растущий дефицит валюты перед декабрьским выбором новогодними праздниками монетные дворы были загружены заказанным на миллионы долларов в это же время в банке венесуэлы хлынули граждане желающие обналичить свои бонусы в определенный момент вместо того чтобы начать публичные торги центральный банк провел экстренное заседание попросил на странах подрядчиков напечатать как можно больше банкнот подрядчики выполнили просьбу однако оплату за свои услуги в полном объеме так и не получили прошлом месяце де ла руи крупнейший в мире монетный двор направил центральный банк венесуэлы жалобу и требования погасить долг в размере 71 миллиона долларов в противном случае ему придется уведомить своих акционеров о сложившейся ситуации это письмо получила огласку в сми венесуэлы это беспрецедентный случай в истории страна с такой высокой инфляцией не может получить достаточное количество банкнот удивляется хосе гуерра депутат из оппозиционной партии бывший директор отдела экономических исследований в центробанке в конце прошлого года регулятор заказал более 10 миллиардов новых банкнот и опередил по этому показателю штату штаты страну с экономикой во много раз больше чем у венесуэлы печатающие ежегодно около семи и шестидесятых миллиардов банкнот самая высокая инфляция в мире валютный кризис обнажил масштабы финансовых проблем в стране а также подчеркнул насколько ограничены ее возможности в условиях когда нефть главный оплот экономики стоит слишком дешево в венесуэле уже сейчас самая высокая инфляция в мире при этом согласно прогнозам мвф в этом году она продолжит расти достигнет 500 процентов первые признаки дефицита наличности появились в четырнадцатом году 2014 году когда правительство начало наращивать объемы закупаемых банкнот а для самых простых покупок требовались кошельки битком набитые деньгами венесуэльцы выстраивались в очереди за товарами масса употребления перед этим толпились в банках или у банкоматов чтобы снять деньги чтобы расплатиться за ужин в ресторане нужно было нести в прямом смысле мешок или рюкзак денег перед выборами в конгресс 2015 году центральный банк обратился к британскому монетному двору дэлла руя французскому обертур фиду к ца и ре и немецкому гусек дэвринт с просьбой напечатать 2,6 миллиардов банкнот однако этот заказ еще не было выполнен а венесуэла попросила этих компаний увеличить партии львиная доля заказа на 3 миллиарда банкнот досталось дэлла руя монетный двор привлек к выполнению такого масштабного заказа канадин банк нот кам компани поставщика бумаги для банкнот со штаб-квартиры в оттаве и так под прикрытием для перевезки напечатанных денег понадобилось 747 реактивных и чартерных самолетов под прикрытием силовых служб и снайперов их перевозили в автофургоны доставили центральный банк под покровом ночи наличность продолжала пребывать иногда по несколько груженных самолетов в день а власти уже готовились к новому году в конце 2015 года центральный банк утроил свой первоначальный заказ и провел тендеры на производство 10 и 2 десятых миллиардов банкнот однако монетные дворы стревожили согласно документ документации дэлла руя задержки с оплаты начались еще в июне с остальными же компаниями бен суэлы также расплачивался очень неохотно поэтому на тендере правительство получило заявки на производство всего трех целых трех десятых миллиардов банкнот от такого заказа у кого хочешь глаза на лоб полезут делится своим впечатлением один из участников событий этого заказа хватит чтобы обеспечить работой свое предприятие на целый год но кто станет так рисковать связаться со столь ненадежной страной как венесуэлы еще одна проблема количество денег необходимых для и элементарных операций самая крупная банкнот венесуэль 10 боливеров сейчас на нее можно купить разве что сигарету поштучно то есть вопрос идет о том что печатали не увеличивающиеся суммы а увеличить а всегда печатали одну и ту же сумму 100 боливеров так получается куда катится этот мир бывший чиновник центробанк рассказал что в 2013 году регулятор начал разработку банкнот достоинства 200 500 боливеров однако страна так ни разу и не заказала эти купюры таким образом отказа отказа отказавшись печатать более крупные банкноты не оплачивая услуги поставщиков венесуэла загнала себя в угол монетные дворы дают задний ход привычные партнеры отказываются вести дела с ненадежным контрагентом а центральный банк вынужден вести переговоры с новыми поставщиками в том числе с российским госзнаком по некоторым данным ему удалось заключить контракт с бостонской компании кренкуренции по словам стива хэнка профессора прикладной экономики в университете джонса хопкинса изучать изучавшего гиперинфляцию чтобы поддерживать доверие к валюте правительством чаще всего добавляют нули на купюры они наводняют рынок бесполезными бумажками когда люди возят с собой тележку денег чтобы купить ходок дела совсем плохи отметил даже экономика наличных расчетов начинает давать трещину некоторые валютные эксперты утверждают что венесуэла тратит на логистику связано с печатанием денег гораздо больше чем нужно потому что правительство своевременно не ввело в обращение банкнота более высокого номинала опасаясь что это будет воспринято как признание факта инфляции как ни парадоксально чиновники его упорно отрицают однако крупные купюры это не причина следствия инфляции поясняет оон линцемейер эксперт из банка в санкт-франциско автор двух каталогов мировых валют на самом деле крупные банкноты помогают экономить ведь 10 ветких купюр можно поменять на 5 или даже на одну и так подготовлено forex space материалом агентства bloomberg то это в принципе в основе лежит американская информация значит принципе что еще можно сюда сказать ну то что там применяют одно и то же таскать и банкнота одним и тем же номиналом это другой вопрос вот то что с деньгами проблемы то что кризис из-за того что страна привязана к нефти это в общем то факт поэтому никуда от этого не денешься и еще обратите внимание все привязано к нефти в стране то есть это сырьевой придаток самостоятельности от этого нет в принципе можно сказать что и поэтому у них нет своего печатного станка по сути дела они не могут сами печатать и даже в этом получается они зависимы то есть способ выхода из такого тупика мог бы что называется быть тем самым то что называется те же самые талоны это можно было поорганизовать и сделать но как я понимаю советники и всякие так сказать окружающие руководство правительства наверняка сторонники рынка и держатся за этот рынок зубами ногами там всем чем угодно поэтому изменений не будет и по большому счету в общем все подводят к одному к тому чтобы страны не было социалистической стороны не было вот то есть страны которая имеет ориентацию на или так сказать ориентир на социальную справедливость вот такая вот борьба как говорится буржуазного социалистического как с этим справиться понятно что временно получается как те же самые и керенки портянкой можно печатать вот но это тоже в итоге это не выход выход получается в одном как в работе у владимир альча ленина грозящий катастрофы как с ней бороться брать по сути дела это статьи статью эту брошюру и читать штудировать но как говорится тамошнему руководству вот а в основе должно лежать учет и контроль получается и монополия на внешнюю торговлю я конечно не знаю по большому счету что там насколько и как привязаны что в общем то страна производит в чем она может еще так сказать опираться сама на себя на свои возможности я это не знаю но как говорится поживем увидим вот то есть страну собственно говоря загонять в тупик и в общем то точно такая же можно сказать ситуация была когда советский союз так сказать завели в рынок мы сменим экономическим у нас неправильно экономическую систему ее поменяем и все наладится вот наладили собственно говоря мини сюжет того что и как произошло в советском союзе когда его сверху по сути дела гробили то же самое вся причина о том что самостоятельности мы были лишены венесуэла лишена самостоятельность точно так же не ввиду того что у них свою промышленность остановили нет у них судя по всему своей промышленности так таковой нет я понимаю что небольшая страна который даже свой печатный станок не нужен ну таковы условия посоветовать по большому счету похоже некому все на этом все большое спасибо за комментарии приходи еще до свидания все